ДАВАДЫМ ВМЯТИ ДОСТЫК И у нас сегодня на обзоре продукт под названием The New Я вам сейчас про него расскажу вкратце Ребята сзади уже шерестят и забивают баночки Чтобы мы это все раскурили И примерно поняли, как все это будет куриться Про бокс я ничего не буду говорить В самом начале вы уже примерно видели, что к чему Но про содержимое бокса можно будет вкратце рассказать Что было внутри этого бокса Там было две вот такие вот белые, хорошие по качеству вроде футболочки С брендингом The New И сзади вот такой вот логотипчик Как будто прям для меня сделано Также было две кружечки Которых можно попивать тот самый сухой Который был в этом боксе Тоже The New Tobacco На самом деле, если примерно вот так вот посмотреть То это очень похоже на логотип Блуди И на логотип Лефодеда Кто играл, тот шарит Если играл, ставь лайк Так вот, а что нас ждет? Здесь есть у нас маленький конвертик Я вам его сейчас зачитаю Тут написано Привет, Дава! Надеемся, заценишь наш табачок Мы сделали табак чуть ниже средней крепости С яркими и насыщенными вкусами по честной цене Компания работает с 2019 года В Тверской области Из 2020 года получили акциз То есть, как я и говорил Продукт полностью легальный Акцизный на территории Российской Федерации В линейке 27 вкусов Они у нас здесь все есть Табак, бленд Вирджиния Голд Из Индии, Болгарии, Франции Ароматизаторы японские, немецкие и французские Рекомендованная розничная цена За 100 граммов акцизного продукта Всего лишь 350 рублей У ребят пока миссии сейчас здесь 100 граммовые баночки Но в дальнейшем, ребятки, нам предоставят Уже 250 граммов для хореки и для кальянных в целом Что у нас здесь есть? У нас есть вот такие вот баночки По дизайну очень просто Как и, собственно, само название Zen U То есть, максимально просто Максимально примитивно и максимально легко Но эту баночку отличает одно самое главное качество Это то, что после вскрытия Ты нарываешься на консерву Открывая консерву, ты у нас видишь что? А видишь ты у нас примерно вот такой вот продукт Всю ту самую Вирджинию, которую ребята туда запихивают По пропитке средняя не течет И нет такого, что табак плавает Нарезка максимальная, мелкая То есть, меньше, наверное, ничего и не нарезать вообще По запахам Многие вкусы обладают очень примитивными запахами То есть, аромки очень примитивные, старые И нет какого-то вот такого вот всплеска яркости Продукт попробовать стоит Я уже прокурил пару баночек еще дома Еще когда не было этого бокса И я примерно знаю, что это за продукт По крепости, как ребята пишут, чуть ниже среднего Но на самом деле чуть выше, чем максимально вообще легкий То есть, продукт не будет бить по горлу Продукт не будет вас вынуждать потеть и так далее То есть, продукт максимально обычный в курении Ты просто сидишь, наслаждаешься вкусом И никакой крепости не чувствуешь Аля, Дейлихука и другие подобные табаки Так, сейчас, ребяточки, нам уже почти все сделали Сейчас мы подождем, пока все это прогреется И с вами раскуримся Но не забывайте, что цена данного продукта За 100 грамм всего 350 рублей Поэтому здесь сложно быть максимально суровым И просто топить этот продукт Как бы ребята только пробуют Поэтому разберемся Ребята из Мята Лаунж Досык Сделали все по красоте Две чашечки у нас стоят на облаках И давайте посмотрим, что у нас есть в такой брошюрочке Здесь есть все данные этой компании И есть, собственно, их вся вкусовая палитра Дыня, ананас, барбарис, черная смородина Голубика, банан, перси, клубника, виноград Вафли, кола, клубника, дыня Клубника, банан, апельсин, фейхуа, малина Гранат, лесные ягоды, груша, киви, лайм Тропик, арбуз, вишня, джекфрут и манго Пока все это греется Я вам сейчас расскажу про топы Которые я уже успел прокурить Еще до приезда этого бокса Дыня, нормальная, хорошая, старая, классическая дыня Ананас средненький, но покурить можно Клубника, дыня, ужасный вкус И клубника, банан Все портит именно сама клубника Что касается вафель Вафли тоже очень прикольные В принципе, у всех почти производителей Вафли очень прикольные Фейхуа топ полнейший И гранат очень интересный Из очень плохих У них прям ужасно получился арбуз И прям ужасно получились личи А джекфрут и манго я еще не пробовал Так что давайте взрывать У нас здесь одна чашечка киви Чашечка того самого топового Фейхуа Так, взрываем И я начинаю делиться потихонечку Своим именно впечатлением Которые на меня произведет Этот табак прям сейчас Прям в это время Это у нас получается фейхуа И оно не такое, как у многих производителей Оно здесь более такое сладенькое Понимаете? Именно более без привкусов ментола И добавления разных таких охлаждающих элементов Как я и говорил По крепости очень легко Очень доступно Но что касается температурного режима То тут у табака возникают маленькие проблемки Если его тщательно не прокуривать И не курить То сам сироп начинает просто запекаться И давать такой, знаете, не совсем прям Тотальный плохой вкус Немного неприятный аромат появляется Когда начинает запекаться вот этот сироп Что касается самого листа То это Вирджиния И в этом купаже ее сложно вообще понять Здесь по факту ты не чувствуешь Никакого табачного привкуса Только аромка И за счет того, что на многих вкусах Аромка очень слабая И не очень крутая То получается просто некоторые вкусы Максимально провальные Давайте попробуем Наши киви Про что я, собственно, и говорил Вот мы немного перетянули Пока курили наши фейхоа То киви уже немного припекся И получается не совсем приятное Знаете, першение в горле На самом деле Меня очень сильно расстроил этот бокс Меня очень сильно расстроил Весь этот мусор от бокса И я готов уже, в принципе, подвести итоги Потому что этот продукт я еще прокуривал Тогда, когда он только, наверное, появился И я уже примерно знаю Что к чему, что и как У продукта Zen U Есть потенциал в развитии У них есть конкурентоспособная цена У них есть прикольная упаковка с консервой Что сейчас очень сильно бодрит покупателей Какой бы ни был дизайн Но он есть И название, какое бы оно ни было Оно тоже есть Если в дальнейшем этот табак выстрелит Так, что мама не горюй То такие слова, как Zen U Нам покажутся довольно-таки крутыми А теперь, что касается сам продукт Само сырье Здесь ребятам нужно будет проработать Множество вариантов Как им накладывать аромку Выровнять немного сырье И самое главное Поработать с жаростойкостью своего продукта Ну и немного, мне кажется Нужно увеличить фракцию табачного листа Потому что очень сложно работать с табаком Который сделан просто мелко-мелко То есть в финалкате, так сказать Потому что чаще всего На пяти дырых классических чашках Он будет проваливаться в колбу В неимоверном количестве Общая оценка данного табака К сожалению, 6 баллов Я сразу скажу за что Я не буду сюда включать такие штрафы баллами Как упаковка, мусор от упаковки и прочее Я вам скажу по факту все Аромка страдает Жаростойкость страдает И большинство вкусов не очень хорошо Прямо себя чувствуют во время курения Поэтому все равно табак рекомендую вам попробовать Если вы найдете где его купить Обязательно также заруливайте к ребятам Вон туда в профиль И по традиции у нас конкурс Поэтому ныряй в описании Выполняй все условия И 20 июля мы подведем итоги По всем победителям всех конкурсов Которые у нас были Так что всем пока-пока Это Мята Лаунж До стык Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok